Десятая попытка заснять видос на этот китайский микрофон. Сегодня будет плов, да не простой, а в афганском казане. Но не спешите выключать видео, этот рецепт супер топовый, он подойдет также, если вы готовите просто дома в сковородке. Но кроме этого, суть, разумеется, и в том, чтобы показать вообще, отличается ли в афганском казане, можно ли приготовить что-то. Ну, наверняка вы чувствовали, как я, то, что когда ешь в столовых, когда есть нужное оборудование, поддерживается нужный температурный режим, то плов получается в столовых лучше, чем можно сделать дома. Дома это больше такой получается тушеный рис с мясом. Давайте стартуем, тестируем, что там вообще по плову у нас будет получаться. Нарезал мясо вот такими средними, немаленькими кусками и кидаю в казан. Что касается мяса, в интернете очень сильно дрочат то, что плов обязательно должен быть из баранины, на крайняк из говядины. Мне для того, чтобы купить баранину, нужно очень далеко ехать. Стоит ли того это за пара? Нет, конечно же, не стоит. Я могу вам дать совет. Потому что лучше просто купить хорошее мясо, которое у вас в доступности, свинина или говядина, но просто то, что хорошая не вот эта хуйня в запаянных пакетах в магазинах безвкусная, непонятно чем кормят, непонятно как это все, чем шприцуют. Купите хорошее мясо со вкусом мяса, которое даст правильный мясной бульон и впоследствии получится вкусное блюдо. Даже если баранину вы купите, не факт, что она будет вообще со вкусом барана. Если это какая-то хуйня, непонятно где выращенная, непонятно что и как. Вот эта тема, то что аутентично делать с бараниной, вот здесь там я вот пью кофе, чтобы обязательно вот такая температура держалась, иначе какая-то нотка потеряется. Кто-то где-то написал, и вот в такое время мы живем, что очень важно вот это вот людям принципиально. И не обращается внимания на действительно важные вещи. В это кофе можно вот этим девочкам, блять, насрать 36,6 градусов, и они не поймут там, что какие нотки, все такое не отличат. Где там Камбоджия, где Иран, Пакистан. Пока мясо обжаривается, прижаривается, нарезаю овощи, лук и морковь. Нарезал я вот такими здоровыми кусками, чтобы все было по красоте. Дальше кидаю, жарится к мясу. Периодически помешиваю, все-таки казан, он не антипригарный. Далее кидаю специи, специи у меня вот такой узбекский набор. Кидаю чеснок целиком, вот такой какой есть. Заливаю водой, сейчас накрою крышкой, и буду 15 минут тушить под давлением. Казан свистит, значит надо убавить огонь. Многие путают два момента касательно приготовления плова. Посчитается, у многих там домохозяек, например, то, что плов состоит из двух этапов. На самом деле он действительно состоит из двух этапов, но не таких, что ты обжариваешь мясо с овощами, и потом туда добавляешь рис. И вот это все тушишь как кашу. На самом деле тушить нужно мясо с овощами, это называется зирвак. Такое умное слово, мы шеф-повара его используем. То есть зирвак это фактически полностью плов, только без риса. Можно даже есть как отдельное блюдо. А потом уже добавляется в зирвак рис и небольшое время, вот сколько нужно рису, чтобы разбухнуть. Вот это доготавливается. У нас задача первая, это разварить в говно, в кашу мясо с овощами под давлением. И когда мы получим вот этот вкусный насыщенный зирвак с мясным бульоном, тогда уже будем туда добавлять рис. Несколько раз промываю и буду сейчас закидывать к нашему мясу овощам. Для начала приспускаем давление и потом открываем крышку. Вот так выглядит наш зирвак, всыпал рис и больше воды не добавляю. Я вообще не добавлял, это вся вода, что была вот в этом зирваке. Если добавить еще воды, то будет вообще пиздец каша. Опять надеваю крышку и тушу еще 8 минут, этого достаточно в афганском казане. В итоге получился вот такой плов. Чуть больше 25 минут, смотрите как мясо раздрачивается на волокнах. Короче, тема следующая. Мясо разварилось очень хорошо. Вот за эти 10-12 минут, что оно было под крышкой, оно разварилось очень хорошо. Не до тушенки, но на волокнах при нажатии расслаивается. Касательно риса консистенция, именно конкретно, вот структуру, как я ем, чувствую при поедании именно, очень приятная, очень классная. Вот этих 7-8 минут достаточно, когда я уже под крышку сделал, когда рис добавил. Но изначально было добавлено слишком много жидкости. Сложно привыкнуть, не так много готовил, это всего лишь второй мой рецепт в афганском казане. После 25 лет обычной готовки довольно сложно привыкнуть, что вообще никакая влага не выходит, как бы. Я изначально слишком много жидкости добавил, где-то примерно миллилитров, наверное, на 150-100 надо было меньше, потому что чувствуется, что не такой, типа, распадающийся на рисинке рис, как вот эта всякая на картинках, а он немножечко такой влажноватый на вид. При употреблении непосредственно этого не чувствуется, чувствуется, что все как надо. Однако, все-таки, конкретную ошибку с дозировкой воды я признаю, в следующий раз точно буду делать по-другому. Но баланс специй, баланс соли, баланс вообще компонентов всех овощей к мясу, к рису топовое. Мясо очень вкусное, вообще, для меня идеал именно пловный, это который подают в хороших столовых. У них есть для этого нужное оборудование, которое обычные домохозяйки дома, как бы, в сковородке не сделают. Поэтому я очень люблю брать в столовых, когда захожу, именно плов. И вот этот из того, что я готовил раньше, с разными видами риса, с разными видами мяса, получился прям классно. Такой наиболее приближенный к тому, что я получаю в столовых. Но в столовых мясо безвкусное, как правило, и его соотношение намного меньше к рису, чем я сделал себе. Эту тему я вполне советую. Всем спасибо, кто смотрел, кто досмотрел. Пишите комментарии, что вы думаете по вот этому всему поводу. Ставьте лайки, дизлайки. Все, всем спасибо, всем пока.